Еще один важнейший атрибут благоустройства – это чистота. Особенно это ценно тогда, когда мусор – это еще и деньги. Все больше жителей Твери начали постигать науку раздельного сбора твердых бытовых отходов. Ведь так, складывая в разные емкости алюминий, пластик, стекло и бумагу, а затем сдавая все это в специальный экопункт, они могут зарабатывать живые деньги. Таким образом, жители региона принесли более 5 тонн мусора, почти на 45 тысяч рублей. И все это за один месяц работы точки сбора твердых бытовых отходов. Что же чаще всего приносят граждане, на какую сумму и какой мусор на вес золота, расскажем в следующем сюжете. Так идет процесс приемки мусора в экопункте. Граждане приводят уже отсортированные отходы пластик, стекло, бумага, картон. Приемщик их взвешивает и по прайсу начисляет плату. Надо отметить, что у пластика, например, есть свои подвиды, как у картона. Например, в отдельных мешках должны приезжать бутылки из-под бытовой химии. Кстати, бумага и картон тоже разные фракции. Бумага 4 рубля килограмм, а картон дотерпированный идет по цене 10 рубля килограмм. Житель Калининского района Валерий приучил сортировать мусор и себя, и всех членов семьи. Собираем бумагу отдельно, пластик отдельно, металл отдельно. Мы живем в деревне на природе и видим, во что это превращается там. Потому что это просто уже пойти негде. Сегодня мужчина привез пакет пластиковых бутылок весом около полутора килограммов. А это 30 рублей за килограмм. И еще около 8 кило упаковки от мебели из того самого гофрированного картона. На 86 рублей у вас вышло вообще. Здесь 4 килограмма алюминиевых банок. А это, пожалуй, самый дорогой вид мусора. 40 рублей за кило. То есть давший их пополнит свой бюджет на 160 рублей. Однако деньги не главное, считая жительницей микрорайона Южный Елена. Девушка с подругой зашли в эко-пункт во время прогулки. Принесли также гофрированные коробки и пластик. Именно их чаще всего приносят граждане. Вот часто здесь ходим мимо и узнали, увидели. Что касаемо денег, как вот намного рассчитываете? Нет, это не является мотивацией. Напомним, что эко-пункт начал функционировать в мае этого года. За месяц работы он принял около 5 тонн мусора. 3 тонны пластиковых бутылок, 120 килограммов алюминиевой тары и примерно тонну макулатуры. Работник эко-пункта вспоминает самую дорогую партию бутылок. 1400 рублей за 5 бутылки. И приехал мужчина, у него пол грузовика было забито этими пэт-бутылками. Всего на мусоре тверичане заработали чуть более 40 тысяч рублей. Такой активности граждан никто не ожидал, говорит заместитель министра природных ресурсов и экологии Тверской области Иван Лакционов. Пункт был установлен в рамках проекта «Экология». Ожидается, что таких точек станет больше. Действительно, он пользуется спросом. Уже люди пользуются. И в том числе из других районов тоже приходят запросы. С просьбами действительно поставить, организовать такой эко-пункт и в других районах. То есть считаем, что да, действительно это правильная и полезная и нужная вещь, которую мы и рекоператор внедряет на территорию Тверской области. Далее мусор в эко-пункте высыпается в специальные контейнеры и отправляется в полной мере на переработку, в том числе на завод полимерных материалов. Так, например, пластик может перерабатываться бесконечное количество раз. Его используют для производства тканей и упаковки.